всем привет давненько мы с вами не готовили баранину сегодня это исправим и сделаем запеченную баранинку в духовке ну а так как сейчас сезон сбора овощей дополним ее молодым картофелем а также луком и морковью получится запеченная баранинка томленые овощи вот во всех этих соках плюс невероятный набор специй и что мы в итоге получим невероятно вкусное ароматное яркое и сытное блюдо поэтому проверяем подписочку ставим лайк и погнали и нам понадобится баранина два с половиной килограмма у меня ножка которую мне на рынке по моей просьбе нарубили подобным образом один килограмм молодого картофеля 200 грамм лука 250 300 грамм моркови чеснок 20-30 грамм соль 15-20 грамм ну и конечно же важно подобрать правильные специи берем черный перец горошком и паприку конечно же лучше копченую по 35 грамм а еще с бараниной хорошо сочетается кориандр и зира берем по одному 2 грамма для начала нам нужно подготовить мясо нужно его помыть обсушить а также избавиться от источника специфичного запаха то есть удалить лимфоузлы вот сразу же видим первый лимфоузел отрезаем его вместе с жиром главное не зацепить его ножом иначе весь этот запах мы распространим по всему мясу вот еще маленький лимфоузел тоже удаляем совсем крошка вот так я сложила баранью ногу вот здесь у нее колено нам нужно найти жировой карман в середине вот между вот этими двумя двумя мышцами и вот в этом жиру тоже прячется еще один лимфоузел и с этой стороны его так зацеплю и в весь этот кусочек жира вместе с лимфоузлом тоже вырезаю есть более подробный ролик о этом лимфоузле ссылочку обязательно оставим в описании под этим видео вот еще один вообще все лимфоузлы прячутся именно в жировых прослойках поэтому если не можете найти лимфоузлы можете в принципе по срезать весь жир также срежем вот это вот сухожилие она нам не пригодится есть тут нечего мясо подготовили теперь нужно его посолить и приправить для этого мы берем ступку отправляем туда кориандр зиру перец черный горошком и тщательно перетираем затем добавляем остальные специи половину соли и этой смесью натираем мясо принципе вы можете использовать готовые специи для баранины подборки бывают тоже отличные но свежемолотые перец зира и кориандр дают просто нереальный аромат вот даже пока вы просто перемалываете в ступке это уже очень сильно возбуждает аппетит я мясо подготовили намазали специями и солью пусть лежит пропитывается всеми этими запахами просаливается ну а мы пока займемся овощами нам нужно будет их помыть и почистить теперь включаем духовку разогреваться до 250 градусов мы же тем временем нарезаем картошку морковку и лук довольно крупными кусками ну а затем застилаем противень несколькими слоями пергамента укладываем туда овощи баранину и тщательно заворачиваем и и и и и и и и и чуть не забыла у нас осталась половинка соли обязательно овощи посыпаем солью и если нужно то 100 ну если останется то остатками посыпем еще мясо и и и этот прекрасный конвертик отправляем в духовку разогретую до 250 градусов и через пять минут температуру снижаем до 180 оставляем запекаться на два часа после того как мы снизили температуру до 180 градусов готовим ровно два часа для чего мы вообще производили эти манипуляции ставили самую высокую температуру потом пять минут готовили при ней потом снижали когда баранина попала прямо в горячую духовку она сверху покрывается как бы пленочкой внутри образуется пар и затем она будет готовиться в собственном соку но томится уже будет на более низкой температуре теперь вооружаемся ножничками снимаем пергамент и затем отправляем в духовку довести до румяной корочки максимально верхний уровень примерно на десять минут при температуре 200-250 градусов «Ах, что вы думаете?» «Поехали не столько по полу» «Ах, что вы думаете?» «Ах, что вы думаете?» «Ах, что вы думаете?» не представляете какой шикарный аромат и какая она получается нежная просто распадается на волокна горячая нежнейшее мясо просоленная в сочетании с картошечкой вот такая шикарная баранина с овощами запеченная в духовке у нас получилось кстати можете то же самое проделать с говядиной но только уже берите не ножку а другую часть например лопатку или грудинку в общем готовится несложно получается невероятно вкусно а трудозатрат практически никаких угощайте себя радуйте своих близких на фото отзывы присылайте мне вконтакте все ссылочки в описании до новых вкусных встреч пока пока